Это итоги голоса Америки с Юлией Савченко из Вашингтона. Парадоксы, параллели и детали этой недели в призме нашего получасового анализа. И сегодня в выпуске. Крадущийся медведь, затаившийся дракон. Заметки на полях визита Си Цзиньпиня в Москву. США, Китай, формула тормозного пути. Пекин призывает Вашингтон притормозить с критикой, связанной с событиями вокруг Украины. В Вашингтоне продолжают предупреждать о недопустимости поставок вооружения Москве. А также Пригожин в окружении. Глава ЧВК «Вагнер» просит подкрепление у Министерства обороны. Забудет ли Шойгу старые обиды? Все это в ближайшие полчаса в нашем эфире. Итак, с заверениями в нерушимости дружбы и гарантиями увеличения поставок дешевых российских энергоносителей завершился трехдневный государственный визит главы КНР Си Цзиньпиня в российскую столицу. К переговорам за закрытыми дверями они между Си и Путиным длились более четырех часов. И разговорам в расширенном формате было приковано внимание западных политиков и международных наблюдателей, пророчивших по результатам визита попадание России в глубокую и необратимую зависимость к Китаю на фоне продолжающейся войны в Украине. В Госдепартаменте США в контексте визита Си выражали обеспокоенность тем, что Китай может предоставить дипломатическое прикрытие Москве в ее действиях в Украине. О том, сбылись ли пророчества и о том, кто вышел победителем из дружественных переговоров на высшем уровне в Москве, я беседовала с политологом Марком Голиотти. Марк, что нового мы узнали о траектории развития китайско-российских отношений после государственного визита китайского лидера в Москву? Особенно учитывая заявления об углублении дружбы и сотрудничества между двумя странами, которые делали Си Цзиньпин и Путин во время встреч. Нам стало понятно, что ранее существовавшая траектория развития китайско-российских отношений не изменится. Именно такой сигнал подал Си Цзиньпин. Особенно, когда он сделал заявление о поддержке лично Владимира Путина, включая интересную ремарку о том, что уверен в победе Путина на выборах в 2024 году. При этом сам Путин еще не обозначил свою готовность баллотироваться опять. Это как бы предполагается, но еще не было официально заявлено. В практической плоскости все, что обсуждалось на переговорах, соответствовало интересам Китая. Была заключена целая серия новых энергетических сделок. Это именно то, чего хочет Китай от России – дешевых и надежных энергоносителей. Тут Пекин не делает России никаких одолжений, а просто покупает то, что ему нужно по очень хорошим ценам. Кроме того, были сделаны заявления общего характера о начале чего-то принципиально нового в глобальном миропорядке. Речь шла, конечно, о мире, в котором не будет господствовать Запад, а Пекин станет одним из ключевых игроков. В остальном было заметно отсутствие каких-либо обещаний о предоставлении какой бы то ни было конкретной поддержки России в ее войне с Украиной. И отсутствие желания Си недвусмысленно выразить поддержку и признание аннексированных территорий. Вместо этого мы услышали слова Путина о китайском плане мирного урегулирования, который таковым не является. Этот план – лишь набор широких заявлений о том, почему суверенитет – это хорошо и почему стоит избегать мышления в стиле холодной войны. В действительности это означает, что Китай получил все, что хотела, а Россия в обмен очень мало. За исключением разве что, что тоже не мелочь, широких заявлений о поддержке. Особенно потому, что эти заявления были сделаны вскоре после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина. Фактически Китай сказал России – мы вас не оставляем, просто не очень сильно помогаем. Марк, обращаясь к теме ордера Международного уголовного суда, как вы думаете, в контексте этой новости решение посетить российскую столицу китайскому руководству удалось нелегко, и как вы оцениваете само решение МУС, который распорядился арестовать Владимира Путина? Я лишь могу сказать, что не увидел никаких признаков особых сомнений и колебаний на этот счет со стороны Пекина. Кроме того, Китай тоже не является подписантом соглашения о взаимоотношениях между ООН и Международным уголовным судом, и не признает его решение. Можно еще посмотреть на визит Си Цзиньпина в более широком контексте, контексте китайской кампании за создание альтернативного мирового порядка, тому порядку, который они называют мировым порядком стран Запада. Так вот, в этом миропорядке Международный уголовный суд является неотъемлемой частью. При этом, как бы иронично это ни звучало, Соединенные Штаты тоже не являются подписантами основополагающих принципов Международного уголовного суда. Так вот, в этом контексте я сомневаюсь, что решение МУС сильно беспокоит Китай. Просто случилось удачное совпадение двух событий, и оно демонстрирует, до какой степени традиционный мировой порядок пошатнулся в последнее время. Марк, когда Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского президента, вы сказали, что неотъемлемой частью политики являются большие жесты. Но нельзя упускать из внимания, какое реальное влияние эти жесты оказывают на ситуацию. Что в этом контексте можно сказать о решении Международного уголовного суда? Откровенно говоря, я немного обеспокоен тем, какое влияние может оказать их решение. И трезво оценивая ситуацию, очень маловероятно, что Владимир Путин, и тем более Мария Львова-Белова, когда-либо окажутся на скамье подсудимых в Гааге. Такие вещи происходят только в случаях распавшихся или неудавшихся государств и в отношении свергнутых правителей. С другой стороны, это решение потенциально может оказать влияние на окончание войны, то есть затянуть ее. Сейчас ни у России, ни у Украины нет никаких конструктивных оснований для переговоров друг с другом. Но со временем это должно измениться. Возможно, украинцы добьются крупных успехов на полях сражений, или россияне докажут, что их невозможно вытеснить из Запорожья и Донбасса. Так или иначе, в какой-то момент начнутся переговоры. И если Путин будет придерживаться убеждения, что он по-прежнему остается изгоем на мировой арене, в каком-то смысле у него остается меньше оснований для ведения переговоров. Он может подумать, а в чем смысл, и продолжать эту войну вечно. Меня беспокоит именно это. Кроме того, в функции Международного уголовного суда не входят геополитические игры. Это суд. Его роль заключается в рассмотрении доказательств по тем делам, которые в этот суд были поданы. Но как человек, который интересуется геополитикой, я могу сказать, что меня беспокоит, что этот жест может сильно осложнить именно геополитическую ситуацию. Интересно, что люди, которые больше всего рады этому ордеру на арест, это те, кто хотел бы, чтобы и Путин, и нынешний российский режим, в некоторых случаях даже само российское государство, были вытеснены из мирового порядка. Они считают, что с Путиным нельзя идти ни на какие соглашения. Я понимаю, почему некоторые такого мнения, однако объективно такие действия однозначно не приближают окончание войны. Марк, я бы хотела вернуться к обсуждению китайско-российских отношений. По завершении визита в западной прессе появились заявления следующего характера. После визита стало понятно, что Китай теперь полностью доминирует над Россией. Вы согласны с этой точкой зрения? Нет, я думаю, что такие заявления делать слишком рано. Изменился ли баланс силы? Безусловно. Баланс силы менялся в любом случае, потому что Россия пытается удержать то, что у нее есть, а Китай до сих пор на подъеме. Тем не менее, делать предположение о том, что Россия вдруг превратилась в какого-то вассала Китая, слишком преждевременно. Прежде всего, надо сказать, что, конечно, есть определенное экономическое притяжение, которое засасывает Россию в китайскую орбиту. Особенно сейчас, когда Россия теряет многие из своих других рынков. Но только лишь потому, что вы сотрудничаете и торгуете с какой-то страной и продаете ей свои товары, не означает, что эта страна обладает над вами абсолютной властью. Эта ситуация напоминает те заблуждения, которые у нас уже были в прошлом, о том, что у Путина есть необыкновенное чудодейственное оружие в виде энергоносителей. И просто отключив поставки газа, он может подчинить всю Европу своей воле. Этого не произошло. Что же происходит сейчас? Реальная опасность в том, что Китай идет по пути Германии. Экономика Китая становится все более зависимой от дешевых российских энергоносителей. Это означает, что в теории Пекин может сказать Москве, мы перестаем покупать у вас энергоносители, вашу нефть и ваш газ, что сильно ударит по России. Но и по Китаю это тоже ударит очень сильно, потому что невозможно по мановению волшебной палочки найти новые источники энергоносителей, особенно дешевые и надежные новые источники. Я думаю, что мы, скорее всего, наблюдаем, как между Россией и Китаем растет взаимосвязанность, а не доминирование одной страны над другой. Второе, о чем я хотел сказать, Путин сейчас поглощен идущей войной с Украиной и посредством этой войны с Западом в целом. Этот конфликт и эта война станут определяющими для его президентства, а также, возможно, определят его политическое будущее. Поэтому больше его ничего не интересует. Если ему нужно заключить какие-то сделки с Китаем, хорошо он их заключит. Понятно также, что среди российской политической элиты много других мнений, особенно среди поколения, стоящего сейчас в очереди за назначениями на большие должности. Это люди, которым сейчас за 50 или слегка за 60, и которые гораздо более осторожно и настороженно относятся к Китаю. Происходит это потому, что они видят ситуацию в других временных рамках. В определенный момент эти люди займут доминирующее положение в системе, и я думаю, что они не захотят становиться частью широкой, неформальной китайской империи. И будут этому сопротивляться. Поэтому у этой истории будет продолжение. И последний довод, который я хотел бы привести. Даже если сейчас кажется, что Россия стала частью сферы влияния Китая, давайте вспомним империи прошлого. Римскую империю, Российскую империю или Советскую. Здесь становится понятно, что все империи обладают гораздо меньшим контролем над странами, на которые условно распространяется их влияние. Эти страны всегда готовы отвернуться от империй, лгать им и злоупотреблять их доверием в своих интересах. Россия испытала это на собственном опыте от своих подопечных стран. И не раз. Поэтому я не вижу причин, почему Москва не может повести себя так же по отношению к Пекину. Марк, я хотела бы поговорить о вашей последней книге «Войны Путина», которую я читала как захватывающий роман. Вот цитата из нее. «Западные лидеры явно обеспокоены тем, что видят, как формируется китайско-российский военный альянс, так называемый альянс «Медведя и дракона». Конец цитаты. В течение последней недели было много предупреждений на этот счет, сделанных несколькими западными лидерами. Самое недавнее прозвучало из уст генсека НАТО. Все они настоятельно призвали Китай воздержаться от предоставления вооружений Москве. Пекин явно нервирует и раздражает эти предупреждения. Китайские дипломаты несколько раз подчеркивали, что они не намерены предоставлять России летальную военную помощь. Одновременно с этим Си Цзиньпинь сказал в Москве. Дружба Китая с Москвой углубляется с каждым днем. Является ли это заявление само по себе продуктом давления Запада на Китай? И означает ли это, что Китай не исключает в конечном итоге возможности при такой динамике все-таки поставить вооружение России? Во многом, как мне кажется, слова Си являются альтернативой предоставлению какой-то реальной помощи. То есть добрые слова вместо беспилотников и снарядов, о которых просит Москва. Совершенно ясно, что точка зрения Китая такова. Пекин готов поддержать политическую позицию России против агрессии НАТО и так далее. Но Китай совершенно не хочет оказаться в экономической и политической конфронтации с Западом. Также стоит сказать, что каждый торговый доллар Китая с Россией равен 8 или 9 торговым долларам Китая со странами Северной Америки и Европой. Поэтому Китай не будет рисковать объемами своей торговли ради России. Мы видим небольшие поставки малых вооружений, технологий двойного назначения для гражданских целей, но которые также можно использовать в военных целях. Но даже эти поставки не осуществляются в Россию напрямую, а экспортируются через такие страны, как Турция или Объединенные Арабские Эмираты. Кроме того, Китай закрывает глаза на отмывание российских денег, включая государственные деньги через некоторые китайские банки. Однако на радикальный разрыв отношений с Западом ради России Пекин пойти не готов. Я думаю, что западные страны несколько переборщили в своих жестких предупреждениях китайскому руководству, потому что Китай очень болезненно относится к посягательствам на свое достоинство. Запад, конечно, хотел просто предупредить Китай на всякий случай, но несмотря на это нажал на болезненную точку. Надо отметить, что помощь, которую сейчас предоставляет Китай Москве, является политической и косвенно поддерживающей российскую экономику. Есть вероятность, что в какой-то момент Китай будет поставлять артиллерийские снаряды России, и, возможно, это будет сделано через Северную Корею. Мы слышим историю о том, что Россия пытается закупить артиллерийские снаряды у Северной Кореи, и есть вероятность, что многие из этих снарядов были изготовлены на китайских заводах. Это еще один обходной маневр. Тем не менее, все это представляет собой очень небольшие масштабы помощи, особенно по сравнению с тем, на что рассчитывал Путин в плане поддержки Пекина. Хотела бы обсудить еще одно высказывание из вашей книги. Здесь говорится, неудивительно, что неофициально Москва не слишком впечатлена реакцией Пекина на ее войну в Украине. С другой стороны, если бы Китай и Америка столкнулись лбами из-за Тайваня, Пекин мог бы рассчитывать на то, что Москва предоставит ему как минимум политическую поддержку и разведданные, а, возможно, даже что-то более значительное. Какую поддержку, в принципе, может ожидать Пекин от Москвы и готово ли российское руководство к вступлению в конфликт между Китаем и Америкой из-за Тайваня? С объективной точки зрения, возможности России в предоставлении помощи ограничены. Кроме, может быть, голоса в ООН или какой-то пропаганды. Но, конечно, у России есть Тихоокеанский флот, который сейчас находится не в лучшем состоянии, особенно потому, что его моряков тоже отправляют в Украину. Но Россия могла бы отправить флот, чтобы продемонстрировать символическую помощь Китаю, что в случае конфликта заставило бы американцев направить какие-то из своих военно-морских сил для обороны, на тот случай, если Россия действительно решительно настроена. Однако стоит заметить, что несмотря на обеспокоенность тем, что Китай может воспользоваться моментом, пока страны Запада заняты Украиной и совершить военное нападение на Тайвань, признаков того, что Китай собирается это сделать, очень мало. Скорее всего, это больше касается динамики отношений между Пекином и Москвой. С одной стороны, на поверхности эти отношения выглядят очень позитивно. Звучат заявления об огромной дружбе без границ. Интересно также, что именно эта фраза уже употреблялась в прошлом. Путин употребил фразу «великая дружба без границ» во время визита Си в Москву. Но очень показательно, что Си этих слов «без границ» не произнес. Так что на публике все звучит очень грандиозно. И на частном уровне эти отношения очень практические, деловые. Более того, на практике Китай и Россия не являются союзниками. У них одни и те же, может быть, не враги, но конкуренты, и иногда возникают общие интересы. Но они не разделяют общее видение мира. Россия не хотела бы быть вовлеченной в китайскую войну, особенно против Соединенных Штатов. Более вероятна ситуация, когда Россия будет вынуждена это сделать. Но ирония заключается в том, что в каком-то смысле это хорошо, что Китай не помогает России в Украине. Если бы Китай оказывал намного более прямую поддержку России в Украине, могли бы возникнуть ожидания о каком-то соглашении о взаимной поддержке. Но в настоящих условиях, если бы дошло до войны, Москва бы поддержала Китай, как говорится, в мыслях и молитвах. Могла бы сделать какие-то отвлекающие маневры, но в итоге рассматривала бы эту ситуацию как исключительно китайскую проблему. Марк Глёти специальный для итогов. Примечательно, что госсекретарь США Энтони Блинкин, выступая вследу на слушаниях в американском Сенате, заявил, что Китай очень внимательно наблюдает за тем, как Вашингтон и мир реагируют на вторжение России в Украину, последствия которого, как подчеркнул Блинкин, ощущаются и в Азии. На протяжении всех последних месяцев в американской столице не утихали споры, как эта война может повлиять на военные планы Китая в отношении Тайваня и как следствие возможность военного столкновения Вашингтона и Пекина. Все это на фоне ранее сделанных Вашингтоном предупреждения Пекину о недопустимости поставок Китаем оружия России и призывов Пекина к Вашингтону притормозить эскалационную риторику. О том, какие орг-выводы из войны в Украине делает китайское руководство, я спрашивала политолога и китаиста Матиаса Утера-Йохансона. Агентство Reuters, ссылаясь на свои источники в китайском правительстве, сообщило, что Китай очень тщательно анализирует, что именно у России в военном смысле пошло не так на полях сражений в Украине. Выводы, к которым пришли китайские исследователи, необходимо научиться сбивать пыльники Старлинк и защищать свои танки от дживелинов. Этот отчет был основан на результатах исследований, проведенных несколькими исследовательскими институтами. Стало известно, что китайское правительство считает эти исследования приоритетными. Можно ли это считать косвенным свидетельством того, что Китай действительно готовится к военному столкновению с Соединенными Штатами и с другими западными странами, которые вовлечены в войну в Украине, так тщательно изучая их текущие военные возможности? Я могу только сказать, что в обязанности китайских вооруженных сил входит подготовка к потенциальным военным конфликтам с любыми сторонами. В США тоже исследования такого рода проводят университеты национальной обороны на постоянной основе. Однако тематика, касающаяся системы Старлинк, является специфической для Китая, потому что они очень озабочены вопросами информационной безопасности. Они не хотят, чтобы иностранные версии изложения фактов вторгались в их пространство, но это лишь демонстрирует, что они понимают, кто их соперники, и стараются усвоить уроки, исходя из того, что происходит в Украине, а также подготовиться к таким вариантам развития событий. Отвечая на ваш вопрос о том, является ли это каким-то очевидным прологом к возможному будущему конфликту, я могу сказать, что, когда Россия готовилась к вторжению в Украину, я помню, что американская дипломатическая служба начала делать объявления о передвижении российских войск за 4 или 5 месяцев до вторжения. Передвижение такого значительного количества войск и военной техники очень сложно скрыть от космической съемки. Поэтому я не думаю, что проведенные в Китае исследования являются знаком надвигающегося военного конфликта. Скорее всего, этими действиями Китай открыто демонстрирует понимание того, кто их соперники, и готовность отреагировать на их действия. То есть они просто выполняют свою работу. Я не думаю, что Пекин готов пойти во банк ради атаки на Тайвань. Дело в том, что Китай, возможно, более трезво оценивает свои возможности, чем Россия. Китай понимает, что должен одержать быструю и полную победу до того, как израсходуют все свои ресурсы. Сейчас такой сценарий не представляется Пекину реалистичным. Стоит отметить, что вопрос ресурсов остров стал и для Евгения Пригожина. Пригожин попросил министра обороны России предотвратить окружение ЧВК «Вагнер» вооруженными силами Украины в начале апреля в связи с планирующимся широкомасштабным наступлением украинскими силами. Ранее глава ЧВК «Вагнер» подвергал Сергея Шойгу жесткой публичной критике. О противоречивой динамике в официальных и неофициальных силовых структурах России я спрашивала журналиста-расследователя Андрея Солдатова. Мы очень мало знаем, будучи аутсайдерами в этой ситуации, что действительно происходит между башнями Кремля. И поэтому появление такого человека, как Пригожин, в публичном пространстве, который постоянно и сам выступает, и теперь уже и отвечает на вопросы, но худо-бедно. В общем, это новое захватывающее явление, я бы сказал. Другое дело, что я бы здесь не делал ошибки, которые, к сожалению, мы все склонны делать. Это сравнивать ситуацию с 90-ми, с 2000-ми, когда действительно существовала большая конкуренция между силовиками, когда была всерьез и существовала эта борьба под ковром между различными спецслужбами и силовиками. И, в общем, эта борьба велась всерьез, с серьезными жертвами со стороны проигравших. А в данном случае мы все-таки живем в другой реальности. Мы живем в реальности, которая наступила после аннексии Крыма, при которой гайки закрутили не только для диссидентов, журналистов, активистов, но и закрутили их для силовиков. Начиная с 2016 года говорить о том, что какие-либо силовые подразделения в России обладают собственной волей и могут играть в какие-то игры, которые не санкционированы напрямую Кремлем, ну, в общем, становится все сложнее и сложнее. Надо помнить, конечно, что Пригожин – это человек, который полностью зависим в своих ресурсах от Кремля. У него нет никаких независимых ресурсов, нет никаких региональных кубернаторов, олигархов, промышленников, которые поддерживали бы его. У него нет никакого политического влияния в этом смысле, потому что у него нет никакой политической партии, какой-то силы, которая стояла бы за ним. Все ресурсы, которыми он обладает, он обладает благодаря Министерству обороны, если мы говорим о Вагнере. Поэтому, когда он вышел немножко за флажки, он сразу же пожаловался, что его солдатам не додают снарядов. И это было очень странно наблюдать. Кроме того, нужно посмотреть на то, что при всем при том, при всей этой публичной чуть ли не драке между Министерством обороны и Пригожиным, тем не менее мы видим, что по очень многим фронтам до сих пор отдан приказ о поддержке, пиар-поддержке Пригожина. Это можно видеть и по журналистам, которые работают вместе с вооруженными силами, начиная с осени. В общем, они занимаются тем, что промоутируют, продвигают всячески Вагнер, делая постоянно материалы с ними, интервью, всячески публикуя на своих телеграм-каналах и в своих СМИ истории о том, какие это фиктивные и чудесные бойцы и войны. То есть этот поток, этот канал поддержки, его пиар-поддержки со стороны Кремля, он не заканчивался никогда. Поэтому я бы сказал так, что, конечно, мы видим, что Пригожин пытается расширить для себя площадку, это очевидно, но все это в рамках правил игры, которые определены Кремлем. И это все, на что хватило времени сегодня. Дальше больше. Это итоги «Голоса Америки» с Юлией Савченко из Вашингтона. Каждые выходные мы в эфире канала «Настоящее время» и на цифровод-платформах «Голоса Америки». Всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»